В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Ребята, я хочу вам сказать, что вы гордость люберец, люберецкого края, гордость своих школ и вы гордость каждого родителя. Бал медалистов-выпускников прошел в округе. Владимир Ужицкий вручил награды вчерашним школьникам. Здесь всегда как-то селилась творческая, научная интеллигенция, люди искусства, театра. Его называют «жемчужиной округа». Об уникальности и богатой истории Малаховского озера краеведы рассказали нашему корреспонденту. Все это поедет на переработку. Умный выброс отходов. Специальный контейнер «Мегабак» установили на Красногорской улице. Чтобы узнать все и быть красивой и умной. Будущие первоклашки готовятся к Дню знаний. Акция «Собери ребенка в школу» помогает нуждающимся семьям. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. Руководители управления и ведомств отчитались к главе округа в проделанной работе. Об итогах минувшей недели узнала и наша съемочная группа. Более 1800 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражами порядка возбуждено 35 уголовных дел. На сегодняшний день пять преступлений пока остаются нераскрытыми. Совершено 159 ДТП с тремя пострадавшими. Больше ничего, никаких резонансовых преступлений вам не привыкли. Готовимся тихонечко к выборам, которые состоятся 13 сентября. За неделю на территории городского округа Люберцы произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось. Во время возгорания в частном доме в Малаховке мужчина получил ожоги второй степени. Также 28 июля улица Город Люберцы, улица Инициативный, дом 72, квартира 70. В результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси без пострадавших. И в результате хлопка повреждена стена кухни на площади полуквадратных метра. Округ активно готовится к предстоящему отопительному сезону. На 51-й котельной уже завершены плановые профилактические работы. На 30 объектах они продолжаются. В целом готовность муниципалитета к холодному времени года составляет 64%. По состоянию на 3 августа на плановый профилактический ремонт остановлено 10 котельных. Горячее водоснабжение отключено в 112 квартирных домах. Это примерно 27 505 жителей. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения при плановых отключения не зафиксировано. По поручению главы Люберец Владимира Ружицкого, на прошлой неделе подряд на организации отремонтировали проезд к поликлинике в поселке Малаховка. Кроме того, на улицах Мира и Побратимов обновили пешеходный тротуар и устранили ямы. Новые обращения, поступившие от жителей округа, уже находятся в работе. Увидел проблемы изнутри. Очередной велообъезд Владимира Ружицкого выявил недочеты, которые нужно устранить. На этот раз маршрут велоинспекции лежал по улицам поселка Октябрьский. Хочешь узнать проблемы города? Обойди его на своих двоих или сядь на двухколесный транспорт? Именно так изнутри глава округа изучает обращения жителей. Вопросы Владимир Ружицкий начинает решать прямо на месте, обсуждая со своими коллегами. Мы рассматривали, сколько таких тут домов, и если это, условно говоря, сносить и что-то строить. Состояние домов на фабричной улице оставляет желать лучшего. Здания 34-го года постройки разрушаются как снаружи, так и изнутри. Жители просят расселить старый микрорайон. Дворовая территория здесь тоже вызвала у велоинспекторов вопросы. Свои предложения высказали и горожане. И те очень много гуляют, и вот эти машины действительно очень мешают. В другом дворе на улице Спортивной напротив гулять около дома – одно удовольствие. Новую игровую площадку содержат хорошо, однако слишком высокий бордюрный камень – препятствие для мам с колясками. И таких нюансов в Октябрьском оказалось немало. Эти недочеты можно заметить только такими земными маршрутами. Вот я же о чем. Потом взяли и снесли. Это и заброшенные гаражи, и запущенная возле них территория. Разбросанные отходы, клумбы без цветов и дорога без асфальта. Каждый выявленный недочет внесли в протокол для скорейшего его исправления. Мы сегодня ставим задачу в этом хаосе поселка Октябрьский навести какой-то порядок. Здесь много вопросов. Но я повторяю, что все эти вопросы мы знаем. И я надеюсь, что часть мы их в этом году решаем. В следующем году. Понятно, нужно заниматься сносом. Есть аварийные дома здесь, к сожалению, такие. Они на грани аварийные. Тоже их надо сносить. Поэтому мы обижаем, ходим, общаемся по ходу с жителями. Проводить велообъезды в выходной день стала уже традицией для главы округа и его команды. Продлятся они как минимум до конца лета. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Коммунальные службы округа продолжают подготовку к осенне-зимнему периоду. Проверка и ремонт оборудования ведется на всех станциях Люберецкого водоканала. Один из объектов посетил Владимир Ружицкий. Вода – источник жизни. Источник воды для жителей улиц Космонавтов Южный и Мира – водозаборный узел номер один. Жизненно необходимый объект обеспечивает питьевой водой 15 тысяч жителей. В настоящий момент уже проведена промывка резервуаров чистой воды. Это два резервуара по тысяче кубов. Сейчас идет плановый ремонт насоса второго подъема и замена водомерного узла. Чтобы избежать поломок зимой, проверять работу узлов начинают в марте. Пандемия и перебои с поставками оборудования на график ремонта не повлияли. Люберецкий водоканал сегодня – это квалифицированные люди, это профессионалы. На водозаборном узле идет работа, связанная с ревизией, с экспертным анализом всех систем. Здесь я оцениваю все достаточно на хорошем уровне. Плановые работы на этом участке завершат в течение двух недель. Подготовка к осенне-зимнему периоду на всех узлах Люберецкого водоканала закончится 10 сентября. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Куда выбросить отслужившую бытовую технику, мебель, батарейки? В Люберцах установили мегабак. Специальные контейнеры помогут жителям избавляться от ненужных вещей без вреда для экологии. Специализированная площадка открылась на Красногорской улице. Никуда выкинуть. Нету мегабаков, больших баков нет. Такие стоят и все маленькие. На улице все выкидывалось. А теперь все удобно. Граждане, выкидывайте мусор в мегабаки. За раздельный сбор мусора и бережное отношение к экологии. Для Андрея Уварова, как и для многих люберчан, мегабак облегчил задачу утилизации крупногабаритных отходов. Для отслужившей бытовой техники, мебели, макулатуры, пластика и батареек подготовлены большие контейнеры, которые обслуживает региональный оператор «Эколайн» в Искресенск. Все это поедет на переработку. Будет передроблено. Железная фракция будет извлечена для последующих жизненных их историй. Дерево пойдет на компостирование. У нас есть несколько сортировочных комплексов, которые у нас находятся в терсхеме. Это и Торбеево, это и наш комплекс по переработке, который находится в Егорьевском округе. Одним из первых преимуществ мегабака опробовал глава округа. Волонтеры разъяснили Владимиру Ружицкому, как работает нововведение и вручили ему фирменные подарки. Также на площадке встретят все, кто относится к выбросу отходов разумно и воспользуется мегабаком. Наша задача заключается в том, чтобы проинформировать человека, который сдает либо мебель, либо пластик, либо стекло и рассказать, куда что положить. Нам провели обучение и рассказали, как правильно сортировать, что говорить. Волонтеры следят за порядком на площадке мегабака. Эту же функцию круглосуточно выполняют камеры видеонаблюдения. Выбросить крупногабаритный мусор в Люберцах можно на улице Красногорской вблизи дома номер 7. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Живописная природа, водная гладь и богатая история. Все это о жемчужине Люберецкого округа. Малаховское озеро издавна притягивало жителей со всех уголков Центральной России. Наш корреспондент Анна Троян пообщалась с краеведами и выяснила, почему водоем так полюбился горожанам. Малаховское озеро – это наша жемчужина, потому что в нем отразилась и богатая история нашего поселка, и наши собственные воспоминания о детстве, юности и жизни, прожитой в родном поселке. Так сложилось исторически. Малаховское озеро – центр притяжения жителей. Однако водоем создавался совсем не для отдыха и не для того, чтобы радовать глаз. Руку к образованию озера приложил сам Петр Первый. Это была запруда на реке Македонке, которая появилась где-то в первой четверти 18-го столетия. Как мы предполагаем, с хозяйственными целями, поскольку тогда очень часто для промышленных каких-то предприятий, заводов, фабрик создавались искусственные водохранилища. И вот в Мехнево на тот момент был небольшой оружейный заводик, для которого, предположительно, и служило это водохранилище. Завод закрылся, а живописное озеро осталось. Экологически чистое место, красоты и разнообразие природы стали привлекать горожан. Жители полюбили дачный отдых, бежали от городской жизни, чтобы быть поближе к прекрасному. В 19 веке на Малаховское озеро стал съезжаться не просто народ честной, а сама интеллигенция столичная. Уже в конце 19 века, после строительства железной дороги, после открытия в 1880 году нашей станции железнодорожной, остановочного пункта Малаховка, сюда начинают приезжать дачники. Здесь была лодочная станция, и путеводитель по дачным местам Подмосковья сообщает, что очень трудно, если прийти на озеро, очень трудно найти свободную лодку, потому что, собственно, все лодки заняты. Так что здесь было достаточно многолюдно, весело. Здесь всегда как-то селилась творческая, научная интеллигенция, люди искусства, театра. Семья общественного деятеля и писателя Николая Телешова обзавелась здесь имением в начале 20 века. На его месте сейчас стоит физкультурный университет. До сегодняшнего дня деревянный дом не сохранился. Остались лишь воспоминания на открытках и картинах, которые представлены в Малаховском музее. Поэты и писатели из окружения супругов Телешовых, а эта творческая элита, вдохновляясь красотами, писали об этих местах стихи и произведения. Иван Алексеевич Бунин, который упоминает наше озеро в очень красивых и поэтичных строчках своих рассказов. Еще к ним приезжали Леонид Николаевич Андреев, который именно вдохновившись Малаховкой начал писать пьесы. И первая пьеса к звездам появляется после того, как он совершил здесь прогулку. Александр Иванович Куприн привез из Малаховки рассказ «Изумруд». Природа, атмосфера и культурный климат вдохновляли дачников и их гостей на подвиги. Узнать до мелочей об историческом прошлом Малаховке можно из пеших экскурсий. Краеведы разработали четыре маршрута. Каждый из них не по книгам, а из собственной жизни знает коренная жительница поселка Лилия Хвощевская. Моя бабушка приехала сюда в 29-м году. Отец мой тут уже родился, ну, естественно, и я тоже. Поэтому Малаховское озеро, конечно, знаю с самого детства. Люблю его, озеро красивое. Летом, конечно, ходили купаться на пляж. Уникальный климат и благоприятная экология Малаховки уже больше века притягивает горожан в санатории. А местное население поколениями набирается здесь энергии и проводит свой досуг. Если погода позволяет, на велосипеде прокатиться по окрестностям с удовольствием. С палками скандинавскими, с супругой хожу здесь иногда. Я родился, вырос, в армии служил, женился и вот живу в поселке Малаховка всю свою жизнь. Я горжусь, что я здесь родился, жил и живу. И надеюсь еще пожить. Сегодня Малаховское озеро все та же водяная гладь и завораживающие виды, что и раньше. Они словно магнитом притягивают людей к истокам. Озеро вся жизнь, вот с рождения. Это очень полезный воздух. Это самое замечательное место, которое я знаю. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Благоустройство парка Малаховское озеро идет полным ходом. Обустройство дорожек, установка бортового камня, закладка оснований для детских и спортивных площадок – это лишь малый перечень того, над чем работает сейчас на объекте. Проделанные работы оценил глава округа Владимир Ружицкий. Половина работ по благоустройству позади. Тропиночная сеть уже расчертила пешие и веломаршруты. По всей территории сделаны основания для детских и спортивных площадок. Установлены опоры освещения. Рабочие продолжают укладывать плитку и бордюрные камни. Вскоре здесь появятся лавочки и урны. В планах очистка данного озера. И я надеюсь, что где-то в средине августа организация приступит к очистке озера. Очистка озера – это и дорогое удовольствие. Как говорят мне специалисты, по первым подсчетам, должны вывести не менее 140 тысяч кубов ила. То есть это большая сложная работа. А когда же мчужина Малаховки станет чистой, еще больше привлечет рыбаков. Водоем запустят более 50 тысяч мальков. Масштабные работы ведутся и на старом гидротехническом сооружении. Дамбу капитально ремонтируют. При исследовании специалисты признали ее состояние неудовлетворительным. Работы завершат с существенным опережением графика – 15 августа. К работам приступили 1 июня этого года. Мы демонтировали мост. Мы восстанавливаем водосбросные сооружения. Восстанавливаем водовыпуск. Укрепляем тело плотина. Выполаживаем берега. Стелим гидромат и засеиваем травой. Ближе к финалу реконструкции зону отдыха вокруг водной глади закольцуют. Мостик соединит северную и южную части озера. Чтобы люди могли гулять или кто занимается спортом, бегать вокруг Малаховского озера. Ну вот, мостик сегодня у нас находится в экспертизе. И я думаю, что если все будет нормально, то в следующем году мы, возможно, и этот мостик сделаем. Тогда совершенно другими красками заиграет эта зона отдыха. Малаховское озеро – основной объект благоустройства в округе. Зону отдыха реконструируют благодаря программе губернатора – парке Подмосковья. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Крупные российские предприятия продолжают инвестировать в Люберецкий округ. Акционерное общество «Энергоконтракт» – одно из них. Глава округа Владимир Ружицкий посетил новый логистический комплекс компании. Эта спецодежда сотни раз спасала жизни людей в аварийных ситуациях. Уже 20 лет группа компаний «Энергоконтракт» производит средства индивидуальной защиты для энергетиков, сварщиков, газовиков, нефтяников, металлургов и спасателей. Технологию предприятия – самые передовые. Планы развития – амбициозные. Вот это предприятие, я оцениваю, что оно суперсовременное. Здесь используются нанотехнологии. В России равных нет, я говорю с руководством, и что-то подобное есть у американцев. И по объемам производства вот эта компания «Энергоконтракт» скорее всего выйдет на первое место в мире. У «Энергоконтракта» и Люберецкого округа крепкие партнерские отношения. В Томилине работает крупный производственный комплекс. В декабре прошлого года в Матюкове открылся современный склад. Благодаря планшетам, экранам и сканерам ошибки при комплектации продукции здесь исключены. Сороки были сжатые, мы его сделали практически за один календарный год. Вообще это беспрецедентная вещь. От нуля и до того, что вы видите на сегодняшний день. Постоянно инвестировать в производство позволяет наличие у компаний крупных отраслевых клиентов, таких как «Мосэнерго», «Газпром», «Лукойл», «РЖД». Через два года в Томилине построят предприятие площадью 4100 квадратных метров. Округ получит 120 новых рабочих мест. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще одно из стратегически важных предприятий округа – Люберецкий завод «Монтаж автоматика». Он выпускает современную высоковольтную продукцию для ключевых отраслей страны. Предприятие с почти 90-летней историей и богатым опытом посетил глава округа Владимир Ружицкий. Эти трансформаторы работают почти на всех электропоездах страны. С помощью устройств, сделанных на этом заводе, проверяют перед вылетом самолеты в российских аэропортах. 8 лет назад на заводе началась модернизация. «Монтаж автоматика» сегодня – это новые цеха и уникальная продукция. То есть мы сами их конструируем, сами их и проводим весь полный цикл действий, вплоть до испытаний. И поставляем заказчику своему. И уникальность того, что это современное оборудование. Станки у нас новые, оборудование все новое. Экономическая реальность диктует новые правила. Уровень закупок снижается. Однако наличие крупных отраслевых клиентов, накопленные опыты и компетенция сотрудников позволяют заводу работать и развиваться. Для любого предприятия самое главное – это рынок. Рынок сбыта. Ну, этим надо заниматься. Здесь есть понимание, что этим надо заниматься. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие годы здесь предприятие получит очень мощное, динамичное развитие. На заводе трудится около 200 сотрудников. Средняя зарплата – 76 тысяч рублей в месяц. Но специалистов не хватает для решения кадрового вопроса. Монтаж «Автоматика» активно сотрудничает с профтехучилищами и администрацией округа. Актуальный список вакансий можно посмотреть на сайте предприятия. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ситуацию на рынке труда после пандемии обсудили в администрации Люберец. В совещании приняли участие руководители кадровых служб, предприятий и организаций. Как собираются ликвидировать безработицу в округе, расскажет наш корреспондент Луиза Егязарян. «Нужно предпринять администрацию совместно с Центром занятости, чтобы каким-то образом заработало на территории экономика». Этот вопрос стал основным в повестке дня. С начала года уровень безработицы в Люберцах вырос в 8 раз. В городском округе признаны безработными 7 987 жителей. А потребность местных работодателей в новых сотрудниках в разы меньше. «По городскому округу Люберцы 571 вакансия. Вы понимаете, что это маленький процент для трудоустройства такого количества безработных, состоящих на участие в детском центре занятости, которые реально внуждаются в работе, которые желают выйти на работу и хотят многие трудоустроить непосредственно у нас здесь, в нашем округе». Чтобы помочь безработным трудоустроиться, руководителям организации предприятий набрать штат сотрудников, 20 августа Люберецкий центр занятости проведет ярмарку вакансий. С 10 до 14.00 у работодателей и соискателей будет возможность познакомиться друг с другом. И это далеко не единственный шаг, направленный на ликвидацию безработицы в округе. На месте бывшего завода имени Ухтомского появится общегородской центр. Сейчас многие строения на территории находятся в аварийном состоянии. Однако там расположены автосервисы, хостелы, шиномонтажи, склады, небольшие производственные цеха. По вопросу реконструкции улицы «65 лет победы» в администрации округа прошло совещание, в котором приняли участие представители власти, бизнеса и арендаторы помещений бывшего завода. После последней встречи нашей с вами в январе 2019 года мы все то, о чем говорили, проводим в действии. А именно приводим в соответствие территорию с нормами, правилами, утвержденным в генплане. Эти правила прошли общественное обсуждение, они официально вывешены, размещены во всех средствах массовой информации и были опубликованы. Для сохранения бизнеса арендаторам предложили переезд в новые помещения. Но такие предложения коммерсанты рассматривают по-разному. Ведь на месте бывшего завода Ухтомского снимать помещения дешевле. Собственники не вносят в муниципальный бюджет обязательные платежи, тем самым демпингуют. Кроме того, здания на этой территории уже оборудованы. Поэтому сегодня мы пригласили сюда также ряд предпринимателей, у которых такие площади имеются. Это 8 компаний различных. Это те компании, у которых имеются площади. На территории бывшего завода имени Ухтомского построят парки, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты. Кроме того, мы специально в этом году предусмотрели ряд средств, связанных с модернизацией производства, в том числе, которые будут учтены при переездить в соответствующую компанию. Под производственные и офисные нужды арендаторам готовы предложить более 20 тысяч квадратных метров площадей со всей необходимой инфраструктурой. Дополнительно власти запланировали финансовые меры поддержки. Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте усилили. Совместные рейды Минтранса региона и транспортной полиции прошли по всему Подмосковью. Носят ли люберчане средства защиты? Узнаем из сюжета. Маски, перчатки одеваем. Маски по-прежнему главный аксессуар в общественных местах. А в транспорте тем более. Средства защиты в тренде. Мы переживаем за здоровье детей, внуков. Ну как, положено так положено. Однако с послаблением ограничительных мер многие пассажиры расслабились. И это видно невооруженным глазом. Пользуются средствами защиты единицы. А я только снял. Сейчас вот одену. Напомнить жителям о необходимых мерах безопасности взялись сотрудники Минтранса и транспортной полиции. При виде масочных ревизоров горожане вспомнили, что носить средства защиты обязаны. Как оказалось, у большинства пассажиров маски при себе. Делаю вам предупределение. В следующий раз будьте наказаны. Всего доброго. Ну а те, кто пренебрегает действующими правилами, ждал протокол за административное правонарушение. А это штраф, который бьет по карману четырьмя тысячами рублей. В Куршин, территорию Москвы, Московскую область, за нахождение на транспорте и на территории транспортной инфраструктуры предусмотрена административная ответственность. Контроль за соблюдением масочного режима усилили с 4 августа. Теперь сотрудники транспортной полиции вместе с представителями Минтранса ходят в рейды ежедневно. Рейды проводятся для того, чтобы люди понимали, что вирус, он еще никуда не делся. Стараемся людей предупредить за ношение масок, предупреждать, внушать, убеждать, что режим масочный никто не отменял. Ношение масок в общественных местах обязательно в столичном регионе с 12 мая. Меры безопасности нужны, чтобы снизить риск заражения вирусом, как для вас, так и для окружающих. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Сотрудники ГИБДД, налоговой инспекции и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению неплательщиков. Водителей проверили на все виды задолженностей. От налогов и неоплаченных кредитов до коммунальных платежей. На месте работала наша съемочная группа. Проверка документов – не единственное испытание, выпавшее на долю водителей, проезжающих по Егоревскому шоссе. После диалога с сотрудниками ГИБДД автомобилиста приглашают в мобильный офис для следующего этапа. Сейчас проверим вашу задолженность. Давайте. И чтобы вам спокойнее было. Алименты, может, кредиты. Нет, я не разу был для женат. Кредит есть, но кредит грозится. В списке должников этого мужчины действительно не оказалось. Ему вернули документы и пожелали счастливого пути. А вот другому водителю пришлось задержаться, неоплачивая налог в размере 21 тысячи рублей. Составляется требование о явке к судебному приставу. Ну и акт описи о наложении ареста. Погасить задолженность молодой человек пообещал в течение недели. У инспекторов ГИБДД тоже возникли к нему замечания. За тонировку стекол и непристегнутый ремень водителю выписали штраф. Одним словом, утро не удалось. Держите на требованиях. Судебные приставы рекомендуют должникам не откладывать оплату в долгий ящик. Если сумма большая, ее можно разбить на части. Приходят к судебному приставу и договариваются уже как-либо оплачивать. Либо там у него зарплаты будут списывать, либо там он самостоятельно будет график платежей составляться с приставом совместно и утверждаться. Узнать о наличии задолженности может каждый, не выходя из дома. На сайте Федеральной службы судебных приставов действует банк данных исполнительных производств. Для проверки достаточно ввести фамилию, имя отчества и дату рождения. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Пилотный проект «Безопасные окна» реализуется в городском округе Люберце. Акция призывает родителей внимательно относиться к своим детям. Сотрудники администрации приходят домой к семьям, в отношении которых комиссии по делам несовершеннолетних организована профилактическая работа, и которые находятся в трудной жизненной ситуации. В квартирах этих семей специалисты устанавливают блокираторы на окна. Эти устройства помогают предотвратить выпадение малолетних детей. Вот у нас мы идем, у нас окно открывается. Закрываем, поворачиваем ручку, нажимаем на кнопку. Окно у нас закрыто. Блокираторы на ручках гарант спокойствия родителей. Устройство не позволяет малышам открыть окно. Ребенок остается в безопасности. В сезон открытых форточек блокиратор появился и в семье Румянцевых. У Екатерины четверо детей. За всеми углядеть, говорит многодетная мама, просто невозможно. Мы живем на 13 этаже. Это, конечно, небезопасность. 24 часа в сутки я за ними следить не могу. Естественно, конечно, я переживаю. Было очень хорошо, что мне установили ограничители на окошке. Спасибо за то, что предоставляют такую возможность. Блокираторы устанавливают бесплатно. Их приобрели в рамках акции «Безопасное детство» для 53-х люберецких семей. За последние три года в Подмосковье из окон выпали более 240 детей. 38 из них погибли. 203 получили различные и часто очень тяжелые травмы. Многие из этих детей остались инвалидами. 64 малыша упали из-за того, что облокотились на москитные сетки. Обеспечение безопасности детей – главная обязанность взрослых. Когда дома маленький ребенок, каждую секунду нужно быть на чеку. Не оставляйте своих детей без присмотра. Если дома ребенок, старайтесь открывать окна только в режиме проветривания. Не ставьте мебель рядом с подоконниками. Малышу так будет легко забраться на него и открыть окно. Не надейтесь на москитные сетки. Они не смогут выдержать вес ребенка. Использование специальных замков или решеток на окнах – элементарная мера безопасности, которой не стоит пренебрегать. Маленькое устройство поможет сохранить самое ценное – жизнь и здоровье ребенка. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Около 400 люберецких детей проведут в последний месяц каникул с одноклассниками и вожатыми. В округе стартовала летняя оздоровительная кампания. Школьные лагеря открылись на базе семи образовательных учреждений. Наша съемочная группа побывала в маленькой стране. В этом году гулять хочется как никогда. Месяцы самоизоляции лишили детей живого общения. Теперь хоть и с опозданием, но пора школьных лагерей официально объявлена открытой. Я хотел бы пожелать вам хорошего настроения, занимайтесь спортом, учитесь и отдыхайте одновременно, веселитесь. 54-я школа в Октябрьском примет самое большое количество детей. Свой летний досуг здесь проведут 100 мальчишек и девчонок. На базе лагеря под названием «Маленькая страна» создано 8 отрядов. В первую очередь позаботились о безопасности здоровья педагогов и воспитанников. Прежде всего, конечно, это социальная дистанция, как в спальных, так и в игровых комнатах, не менее полутора метров. Сегодня мы нанесли все разметки, у нас имеется все необходимое оборудование. Конечно, это ДЭС-средства, антисептики, это масочный режим для педагогов. Лампы ДЭЗАР, которые мы купили специально с этой целью обрабатывать помещение. Вопросы организации отдыха детей и разнообразия их досуга тоже не отодвинули на второй план. Для посетителей лагеря приготовили тематические кабинеты, где они могут познакомиться с профессией спасателя, научиться рисовать и вести здоровый образ жизни. А в перерыве между играми – дневной сон и трехразовое питание. По многочисленным просьбам родителей лагерь работает не только по будням, но и по выходным. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе проходит акция «Собери ребенка в школу». 35 юных люберчан получили портфели со школьными принадлежностями. Вручение подарков прошло в торжественной обстановке в Люберецкой администрации. Красочный рюкзак – лучший подарок для Ксюши Беркуловой. Девочка без пяти минут первоклассница и уже отчитывая дни до момента, когда пойдет в школу. Чтобы знать все и быть красивой и умной. Большое спасибо, что сделали такой подарок. Для нас это неожиданно и очень приятно. Рюкзаки в подарок к новому учебному году получили 35 люберецких детей. Для родителей которых собрать ребенка в школу – задача трудная. Это социально незащищенные семьи, многодетные, малообеспеченные, либо попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые обратились за помощью в администрацию округа. Ежегодно, уже с 2017 года, мы проводим данную акцию. Помогаем детишкам, в том числе она помогает Совет депутатов, предпринимателей, благотворителей. В рамках акции «Собери ребенка в школу» семьям помогают также приобрести школьную форму, спортивные костюмы, обувь, канцелярские товары и прочие школьные принадлежности. В этом году благодаря акции помогут 55 семьям. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Балу быть с опозданием на месяц, но все же состоялся традиционный праздник для выпускников. Для тех, кто окончил школу с отличием, прошел бал медалистов. В Центральном парке награды нашли своих обладателей. Я хочу стать переводчиком. Журналистом. Хорошим человеком. Я хочу стать вообще предпринимателем. Какие цели, такие и результаты. Первая ступень к вершине успеха у этих ребят позади. Ольга Фролкова – отличный пример того, что все в наших руках. Чтобы исполнить заветную мечту стать врачом, выпускница 28-й школы изрядно потрудилась. Стала отличницей в старших классах. Я взялась за ум, начала учиться более усердно. Поняла, что это нужно для моего будущего. Очень волнительно. Не знаю, что тебя ожидает в будущем. И хочется верить в лучшее. Медаль за особые успехи в учении. В этом году получили 178 выпускников. Больше, чем в прошлые годы. Показали высший пилотаж дважды. Подтвердив медаль абсолютным результатом на ЕГЭ. Восемь люберчан. Стобальник и медалист. Павел Ульянов – гордость 11-й школы. Его всегда мотивировал и вдохновлял на победы старший брат Петр. Председатель общественной палаты округа. Ой, Петя всегда для меня был примером. Вот такой большой старший брат, который всегда поможет. Я, конечно, на него смотрел. Считал, что мне тоже нужно стремиться достигать больших высот. Поэтому ни в коем случае не перегнать, а стараться придерживаться его уровня. Ограничительные меры ослаблены, и праздник все же состоялся. Его так ждали выпускники. Впервые в этом году бал медалистов состоялся под открытым небом. Люберецких умников и умниц поздравили почетные гости. Я получаю огромное удовольствие, находясь в такой ауре интеллекта, такого глубокого ума. Ребята, я хочу вам сказать, что вы гордость люберец, люберецкого края, гордость своих школ, и вы гордость каждого родителя. Вы сегодня подарили счастье каждому своему родителю. Следом за церемонией награждения большая концертная программа и настоящий бал, где кавалеры приглашают дам. Вальс танцевали все желающие. В этот вечер центральный парк засиял от счастливых улыбок медалистов. Выпускники веселились перед новым волнительным этапом своей жизни. Впереди поступление и еще интереснее студенчество. Поздравляю выпускников с окончанием школы. Желаю, чтобы вы постоянно учились, постоянно развивались. Найти свое место в этой жизни. Терпение и трудолюбие. Верить в себя. Удачно поступить. Справиться со всем этим жизненным испытанием. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В округе оценили работу волонтеров. Глава Владимир Ужицкий вручил памятные награды неравнодушным молодым людям. На церемонии награждения в Центральном парке побывала наша съемочная группа. Друзья мои, я вам искренне желаю, что у вас по жизни все сложилось и получилось. И вам огромное спасибо за ту работу, которую вы сделали. Во время пандемии они не остались в стороне. Помогали от чистого сердца, не требуя платы за свой труд. Эти молодые люди рисковали здоровьем ради помощи тем, кто был в зоне риска. Слова благодарности и награды получили 40 самых активных волонтеров округа. И сегодня мы наградили 40 волонтеров. Это областные такие высокие награды. Ребята действительно старались. И очень приятно, что эта тема им нравится, они ей занимаются. Список добрых дел внушительный. Молодые люди обрабатывали заявки от службы социальной защиты, разносили продукты, ходили за лекарствами, оплачивали коммунальные услуги. Бывало, что одинокие люди просто хотели общения и поддержки. Когда вопрос встал о том, что людям нужна помощь сейчас и здесь, но для меня это был не вопрос. Я просто знала, что я пойду и буду помогать. И я тратила на это просто все свое свободное время. И я считаю, что это мой долг. Волонтерский штаб активно работал в округе с марта. В основной состав входили 143 человека. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Своё 90-летие отметила ветеран труда Анна Новикова. Поздравления Люберченко принимала от родных и близких. В числе гостей и глава округа Владимир Ружицкий. Визит главы округа пополнил копилку поздравлений и подарков. Принимать гостей и накрывать праздничный стол в этой семье умеют благодаря Анне Григорьевне. Ветеран труда 30 лет проработала поваром. Кулинарные способности передались ее дочерям. Угощения, приготовленные хозяйками, отведал и Владимир Ружицкий. Ну и вы себя укрепляете. Она вам тоже дает энергию. И смотришь, вот это перетоки. Она фору дает. Знаете, какую? За 90 лет Анна Новикова пережила многое. Свой трудовой путь ей пришлось начать в 11 лет. Девочка наравне со взрослыми копала окопы вокруг столицы. В годы Великой Отечественной войны ее наградили медалью за трудовые заслуги. Работала Анна Григорьевна до 72 лет. И всегда вела активный образ жизни. Больше всего надо ходить и заниматься. Не сидеть, не лежать, а ходить и заниматься. Я даже в последнее время сейчас сижу на кресле, а все равно я верчусь. В Любрице Анна Новикова приехала вместе с супругом 60 лет назад. Они стали родителями двух дочерей. Сегодня у Анны Григорьевны пять внуков и столько же правнуков. Главное для ветерана труда – любовь, семье и уважение. А лучший подарок всегда – отметить день рождения вместе со всеми близкими. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Как две капли воды. Праздник близнецов прошел в Люберцах. Фестиваль «Счастье вдвойне» ежегодно собирает таких похожих и вместе с тем разных людей. Двойняшек, тройняшек чествовали в Наташинском парке. Все нас путают, меня это раздражает. И меня. В остальном близняшек Диану и Нику все устраивает. Родные сестры – лучшие подруги. Они все делают вдвоем. Ходят в детский сад, отмечают дни рождения и играют. На фестиваль «Счастье вдвойне» тоже пришли вместе. Отличная идея. Я жалко, что до этого не знала об этом. Мы первый раз сюда приехали. Отлично. Собрать большое количество двойных деток – это замечательная идея. Для двойняшек и тройняшек приготовили много развлечений. Дети участвовали в мастер-классах, фотографировались, играли с аниматорами, проходили квесты и угощались сладкой ватой. А собираются они, наверное, для того, чтобы поделиться своим счастьем, своим счастьем вдвойне, втройне, познакомиться и дружить дальше. У нас очень много семей, которые после нашего фестиваля сдружились и общаются. Каждый год праздник собирает все больше новых участников. В этом году на фестиваль пришли 40 семей. Все участники получили памятные подарки. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовал футбольный сезон. В товарищеском матче «Футбол в наш двор» на поле стадиона «Торпеда» встретились подростковые команды клубов «Балятина» и «Красково». Наш корреспондент Александр Колганов следил за игрой. Режим вне игры для этих молодых футболистов закончился. На поле юные спортсмены бегают с особым рвением и азартом. Игрок стартового состава клуба «Балятина» Петр Шишков соскучился по мячу. Футболом он увлекается уже два года. Из успехов несколько забитых голов в планах попасть в российскую премьер-лигу. Мне нравится играть в футбол, так как я играю на центральном полузащитнике. Я люблю ответственные позиции. Я хочу играть в клубе ЦСКА, так как эта комбанда мне больше всего симпатизирует. Товарищеские матчи «Футбол в наш двор» проходят под эгидой партии «Единая Россия». В августе в рамках проекта «Детский спорт» футбольный турнир пройдет на территории 10-й школы. Партия активно участвует в тех мероприятиях спортивных, которые требуются для того, чтобы наш спорт развивался. И те запросы, которые есть у населения, у наших детей, были реализованы на пространстве городского округа Люберцы. Встреча завершилась победой команды Краскова со счетом 4-2. Исход игры определила серия пенальти. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго.